В Казахстане сложилась традиция отправлять в утиль действующую власть. Народ уже отправил Аскара Мамина в отставку и нашел лучшего кандидата. Политолог Замир Каражанов согласился высказать свое мнение о том, действительно ли главе кабинета министров нужно начинать паковать чемоданы. По его словам, такие мысли могут быть связаны с традиционной сменой правительства, обычно в конце года. Однако в последнее время эта традиция постепенно уходит в прошлое. При Такаеве существенных изменений пока не произошло. Эксперт также сообщил, были ли реальные причины отставки команды Аскара Мамина. Существует болевой порог, то есть уровень раздражения. В развитых странах правительство уходит в отставку, если оно не может справиться с низкими темпами экономического роста, высокой инфляцией, кризисами и накопившимися проблемами в течение нескольких лет. В Казахстане ситуация несколько иная, и у нас болевой порог намного выше. То есть даже если есть условия для отставки правительства, они не обязательно становятся причиной ухода. Другой вопрос гораздо интересней, как именно будет проходить отставка премьера, констатировал эксперт. А по его словам, это всегда была инициатива первого президента. Между прочим, нынешний премьер-министр был назначен на эту должность в период Елбасы. Нынешний глава государства еще не снял с должности ни одного Акима, хотя в прошлом году заверил Казахов, что при необходимости привлечет резерв. Есть еще два варианта отставки премьер-министра. Первый по его просьбе, а второй после вотума недоверия мажористам парламента. Если предположить, что сценарий отставки правительства все же будет реализован, по мнению эксперта, предсказать следующего министра почти невозможно. А все догадки похожи на гадание на кофейной гуще. А кроме того, в этом нет никакого смысла. В стране есть кадровый резерв, фиксированный круг людей, которые вполне могут претендовать на пост премьер-министра. Следовательно, людей извне набирать не будут. Судя по многочисленным опросам в социальных сетях, большинство казахстанцев хотели бы вместо премьер-министра только представителей старых кадров, таких как Исикешев, Байбек. Эффективность их работы госслужащими часто подвергалась критике со стороны тех же людей. Этот парадокс связан с ностальгическими причинами более стабильной продолжительности жизни и инфляционной усталостью населения. Реальные доходы людей падают. Более 50% их доходов приходится тратить на продукты питания, а цены на сырье продолжают расти. Раньше было лучше. Именно так думает большинство людей, но они не учитывают многие факторы при выборе.